Здравствуйте, в эфире программа подробностей. Сегодня подробно о прошедшем заседании Рязанской городской думы. Говорим, как обычно, в этой студии вместе с главой муниципального образования город Рязань, председателем Рязанской городской думы Андреем Кашаевым. Андрей Анатольевич, рад приветствовать вас в нашей студии. Взаимно. Большая повестка дня, порядка 60 вопросов, ну, наверное, главный вопрос, к которому было приковано внимание, прежде всего, предпринимательского сообщества, это вопрос о коэффициенте КАК-2. Мы сдержали обещания, которые давали в этой студии месяц тому назад и сегодняшним решением, по сути, сохранили налоги предпринимателей, работающие на вмененном доходе, на уровне прошлого года. Совершенно верно. Фактически, нынешним решением мы отменили те требования, те показатели, которые содержались в ноябрьском документе. Поэтому я считаю, что предприниматели должны быть в этом плане спокойны, понимать, что власть их слышит и готова всегда услышать. Мы никогда не ограждались ни от предпринимательских сообществ, ни от вопроса о доходной части бюджета города, потому что понимаем, что налоговая составляющая, а именно доходная составляющая нашего города, во многом формируется, как мы уже не один раз говорили, за счет малого и среднего предпринимательства. При этом мы должны четко понимать, что есть еще и экономика города за счет налогообложения, и социальная сфера выживает, и другие вопросы решаются, а все-таки доходная часть с помощью малого и среднего предпринимательства не много не мало, как 50% доходной части бюджета города. Поэтому, конечно же, это важный сегмент экономики, который приносит доход городу, при этом мы должны заботиться о развитии малого и среднего предпринимательства, чтобы в конце концов получить более, скажем так, высокие показатели в плане доходной части бюджета. Хочется отметить, что мы, принимая сегодня это решение, возвращаемся к тем показателям, которые были у нас в прошлом году, то есть налог, исчисление налога на миненный доход, единого налога, он идет по прежним показателям, тем показателям, которые существовали до принятия нашего ноябрьского документа. Сегодняшним решением мы это сделали, дали поручение администрации в нашем решении сформировать решение об отмене в целом данного документа к 1 ноября 2015 года и одновременно представить то решение, тот проект решения, которые уже, так сказать, идет сообразно и с задачами, которые стоят перед городом, и не ущемляют развитие малого и среднего бизнеса в нашем городе. При этом мы сегодня, принимая решение на городской думе, после публикации, мы постараемся сделать, чтобы у нас публикация вышла как можно быстрее, то есть до 1 апреля, и, безусловно, все вот прежние показатели, исходя из них, будет уже исчисляться нашими налоговыми службами ЕНВЭ, то есть единый налог на миненный доход с наших предпринимателей, относящихся к среднему и малому бизнесу. Поэтому я считаю, что это правильное решение, оно было выработано в Рязанской городской думе, именно в том виде, которым сегодня принято совместно с администрацией города Рязани, были проведены совещания, были проведены консультации, и было вот такое решение принято сегодня на заседании Рязанской городской думы. Два отчета сегодня на заседании Рязанской областной думы прозвучали. Ваш, как глава муниципального образования, отчет председателя контрольно-счетной палаты нашей, оба были достаточно объемные, но действительно, как бы, есть, было о чем рассказать и вам, и Николай Иванович Филиппов. Совершенно верно. Сегодня на заседании Рязанской городской думы ежегодно, как сегодня именно по регламентам, заслушался отчет вашего покорного услуги. И могу сразу отметить, что это и отчет мой, как главы муниципального образования город Рязань, так и как председатель Рязанской городской думы. А, безусловно, моя работа складывается и из очень серьезной работы, которую проводят депутаты думы. И, конечно же, те, скажем, показатели, а они очень неплохие и действительно в конструктивном русле работала Рязанская городская дума в интересах жителей нашего города. Конечно же, это и отчет всей Рязанской городской думы. Поэтому сегодня вопросов не возникло только из-за одного, что депутатский корпус прекрасно знает, чем они занимаются, прекрасно знает, чем занимается руководитель. И, безусловно, те задачи, которые стоят, они были сегодня услышаны, они осознаны всеми депутатами, они приняты не просто к сведению, а фактически пойдет очень серьезная работа. Она касается, кстати, многих важнейших вопросов и федерального законодательства, которое должно быть адаптировано уже к условиям нашего муниципалитета, так и по другим вопросам. А именно, это и земельные отношения, земельное законодательство, оно претерпело значительные изменения на федеральном уровне. Поэтому от этих решений зависит во многом и экономика, в части и земельных, и экономических отношений, связанных с земельными отношениями. Поэтому вот это важнейшее направление, это и вопрос, связанный с маршрутной сетью города Рязани. Действительно, это важный вопрос, и вопрос, который всегда ставят перед нашим муниципалитетом и губернатором Рязанской области. Была сформирована группа рабочей на уровне правительства Рязанской области. Такая группа есть и в нашем городе, она состоит и из представителей руководства администрации города, и депутатского корпуса. Надеемся, что все те задачи, которые будут стоять по этим направлениям, они будут выработаны. Конечно же, продолжится работа и по межмуниципальному, а может быть и международному сотрудничеству. Есть у нас планы установления побратемских отношений, также с рядом городов зарубежных. В основном это касается ближнего зарубежья. Я считаю, что это правильно, это более реально в наших условиях, и это не просто на годы, а это на века. Поэтому, конечно, мы над этим вопросом будем работать в этом году. Мы будем работать над вопросом установки детских игровых площадок, асфальтирования внутридворовых территорий, подъездов к ним. Это очень важный показатель ремонта дорог. Ведь жители, обращаясь к нам, безусловно, свои заботы и чаяния сообщают прежде всего депутатскому корпусу. Мы умеем ставить задачи, мы ставим задачи и администрации города, потому что эти задачи, собственно говоря, ставят нам жителям, являясь таким связующим звеном между жителями и исполнительной властью. Поэтому, я считаю, у нас получается это, и мы, безусловно, эту работу продолжим и в этом году. Так что, это был и отчет, и определение таких основных направлений нашей работы на этот год. Но, все-таки, надо отметить, что большая часть нашей работы именно на площадке Рязанской городской думы, она связана с нормотворчеством, она связана с нормативными правовыми актами, а также с муниципальными положениями и документами, которые уже рекламентируют непосредственно работу, в том числе, исполнительной власти в нашем городе. А вот, что касается самих депутатов, то, конечно, они ведут самую активную работу в своих округах, увеличено количество приемных наших депутатов за прошлый год, и, как было отмечено в докладе, увеличено время приема и самими депутатами, их помощниками. Это правильно, на мой взгляд. Ну что ж, благодарю вас. Не о многом успели рассказать, не обо всех 58 вопросах, которые рассмотрели. На самом деле, наверное, люди узнают, что называется, уже из практики решения этих вопросов, о самом главном рассказали. Андрей Кашаев, глава муниципального образования города Рязань, председатель Рязанской городской думы, в программе подробности, подробно о сегодняшнем прошедшем заседании. Редактор субтитров А.Семкин